Друзья, всем привет! У нас хорошие новости. Заблокированы и удалены полностью в YouTube два немецкоязычных канала Russia Today. Сейчас расскажу подробнее, какую истерику это вызвало. Вы подписывайтесь на канал, потому что у нас здесь реально, друзья, тоже борьба с российской пропагандой. И каждая ваша подписка, и каждый ваш комментарий — это помощь в этой борьбе. Итак, вчера известная пропагандистка Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, сообщила, что YouTube заблокировал, просто удалил два немецкоязычных канала Russia Today и без возможности восстановления. Причины она не пояснила, но сказала, что это медийная война против России. И вообще, они такие супер популярные, эти каналы, поэтому их и удалили, что все только их смотрят, чтобы никто не знал правду. В общем, послышите ее истерику. В YouTube мы были четвертым по влиятельности каналом среди всех немецкоязычных СМИ. Мы опережали даже немецкоязычное Точевеле. И сегодня немецкоязычный YouTube, понятно, что вряд ли, скажем так, по собственной инициативе заблокировал оба наших канала, внимание, без возможности восстановления. Естественно, не объясняя почему, откуда такая жестокость, понятно, что у нас там не было ничего такого, за что мы могли бы быть подвергнуты такими санкциями. Я считаю, что это такое жесточайшее политическое решение против нашей страны. Это медийная война, которую Германия объявила Россией. Я очень жду, чем наше государство, мое государство Россия ответит. Вот, но она просто не рассказывает, а мы-то с вами знаем. Еще в прошлом году ФБК Навального сделал расследование и показал, что Russia Today накручивает посещаемость за счет порносайтов, а как еще, и покупает комментарии на бирже. Поэтому там часто комментарии абсолютно какие-то идиотские, бредовые, вообще не связанные слова, иногда просто какое-то имя на иностранном языке. Ну, не только Симонян. Дальше вылез известный любитель русского мира и озера Кома, в нем это как-то сочетается, Соловьев. И эта, значит, птичка накукарекала, нагадила очередной, значит, свой помет в виде того, что все, Германия начала войну против России, медийную, позвал редактора этих немецкоязычных каналов к себе в эфир. В общем, послушайте их истерику. Ну, практически без объявления войны, не знаю, во сколько это было, но было совершено нападение на российские информационные каналы, и два канала, имеющие отношение прямой к Артидочным, были заблокированы Ютьюбом без права восстановления. Хочу сказать, что это, конечно же, мне представляется в более широкой картине частью того, что готовится недопущение нас на телеэкраны. То есть, ведь вот эта вся травля сумасшедшая, она началась в таком масштабе после того, как мы в начале этого года заявили, что РТ на немецком выйдет в телевизионный эфир. В общем, вот и у них тоже, как вы видите, горит. Во всю и тоже рассказывают, что, значит, вот что же произошло. Вылезла и Мария Захарова сказала, что беспрецедентная акция со стороны Германии, и немецкие власти просто пытаются заглушить некомфортные им, не укладывающиеся в официоз голоса правды. Это, в общем, фантастика. Google пояснил, почему было принято это решение. Потому что эти каналы распространяли дезинформацию на тему коронавируса. Вы знаете прекрасно, что это одна из тех тем, которые активно качает Россия. Причем, как они и сообщают, и мы с вами тоже видим, что если раньше они просто прокачивали тему антивакцинаторскую, если не вакцинируйтесь и все, то теперь они рекламируют Спутник, такая маркетинговая компания Спутника. Ну, мы уже обсуждали с вами, что эти привитые спутником ребята даже в Европу въехать не могут, но продолжают людям дурить голову. Вот, собственно говоря, и все. И тут уже и подоспел Роскомнадзор на все эти крики, понятно. И уже грозит заблокировать YouTube. Кстати, Симонян же там кричит, что давайте запрещать Deutsche Welle и другие немецкие СМИ в России. В общем, мы знаем с вами, друзья, что информационная война является очень важной. И, наконец-то, это начали понимать и наши европейские коллеги. Первая, кстати, была Латвия. Латвия, которая заблокировала 7 каналов Russia Today, их сайт. В общем, давно надо было это сделать. Вот теперь Германия. И это, безусловно, радует, друзья. А мы с вами боремся с российской пропагандой здесь. Ну, и я борюсь с ней здесь, в Совете Европы. Видите, вот я как раз к нему подхожу. Друзья, держим строй.